Девушки отдыхают Мне очень нравятся гундальфизера, было бы прикольно попробовать покататься Если меня поменят в партнерша, я буду кататься Лера Кудряцева Мне очень понравился Юля Юля и Лера Блин, что я сказал Пасуй меня Раз, скачи, ко мне скачи Жером, сюда, сюда Вот сюда? Да Раз Я здесь Жером, на самом деле, очень открытый человек С ним приятно общаться Потому что он такой, какой есть И не пытается ничего строить из себя Жером, что ты делаешь? Ты мне же ничего не говоришь Делать, что все-то Он сам все сделает А я просто носом вот так Юля очень фонтальная Она смешная Всегда любая Это радость Все натурально будет Наконец-то я сделаю так, как я себя чувствую на льду На сцене Сергей Лазарев На льду Пара номер 12 Жером Бланшар Юлия Савичева Юля Бланшар Юля Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Серёж, признавайся, что у тебя с Лерой Кудрявцевой? Ну, всё отлично, всё прекрасно. Я, честно говоря, даже её на лёд уже не отпускаю. Прихожу сам, надеваю коньки и рядом катаюсь, чтобы, не дай бог, Гвиндаль не сделал какого-то пизера, не сделал какого-то неверного движения. А насчёт ребят я хочу сказать, что я на самом деле поражён, когда мне сказали, что, в общем-то, ребята будут кататься под эту песню, под песню «Флайер». Я, честно говоря, за них очень переживал, потому что очень динамичная песня, и нужно было действительно очень здорово технично кататься. И мне кажется, с них всё получилось. Ребята, вы молодцы, вы справились. Спасибо вам огромное. Супер, супер. Серёж, я надеюсь, что мы тебя увидим на льду на нашем шоу. В следующий раз. Обязательно. А с кем ты будешь? А это уже увидите в следующий раз, как раз в следующей программе. Смотрите, не пропустите галла шоу в следующей. Заманил, заманил. Сергей Лазарев. Спасибо. Спасибо, Серёж. Ребята, я так понимаю, что ваша пара символизировала роман между мышью летучей и мышкой наружкой. Я являюсь символом Бэтмена, то есть мышью. А он является символом чего? А он сам Бэтмен. Он просто... да, он Бэтмен. Я просто Бэтмен. Я просто Бэтмен. Я как супергерой. Ага. Ясно. Ну, парочка хорошая, мне кажется, удалась. Но у нас сегодня жюри такое неподкупное. Образом Бэтмена его не купишь. На самом деле, вот всё это шоу доставляет нам колоссальное удовольствие. Спасибо вам огромное. И оценки здесь не важны. Здесь важна душа и это настроение. Спасибо. Зря ты Юля так сказала. А я не согласен с Юлей. Так это её оценки не интересует. А мы для чего здесь собрались все? Получается, она пришла сюда в своё удовольствие покататься. Потом, почему этот костюм летучая мышь? Что мы это вот так уж все в восторге от летучих мышей? Многие их боятся. Где они обитают, мы не знаем. К тому же... В целом, костюмы не напоминают какую-то спецодежду, скорее. И почему Серёжа Лазарев пел на английском языке? Ну, в крайнем случае, Жером французский любит. И это его родной язык. Но из трёх языков можно было выбрать не английский. Или русский, или французский. И потом, Жером сбросил здесь перед нами свой балахон, накидку. Я испугался, я не понял, почему он бросает здесь его. Может было там оставить этот балахончик? Или вообще без него прийти сюда? Владимир Вольфович, вам повезло в этом отношении. В наших предыдущих шоу некоторые пары кидали свои вещи прямо в членов жюри. Ну, я бы хотел предупредить всех. Я этого не потерплю. Поэтому валить будем. Понятно. Оценки низкие будут сейчас. Буйнов даст много, он любит, так сказать. А Саш, Саш, ты даст много. Из одного цеха я с вами, вам никакого отношения не имею. Ни к спорту, ни к искусству, ни к английскому языку. Секундочку. Владимир Вольфович, вы же поете, вы же диск выпустили. Я напеваю известные мелодии. Ну, у нас некоторые артисты... Буйнов поет, Басков поет. Баскову квартиру не дают, представляете? Как он пел, сколько пел. И сейчас бомжует, бомжует. День грядущий мне готовит к квартиру от Жириновского. Я обещаю Поле Баскову, что мы перед мэрией Москвы на Тверской площади споем эту песню «Без пяти двенадцать». И Лужков тебе бросит ключи одна минута первого. Я с вами пойду. Я иду с тобой, а не ты со мной. Главное, чтобы... Пообещайте мне, Владимир Вольфович. Главное, чтобы... Да, мы уже заранее объявили. Если он не бросит тебе ключи... То вся молодежь Москвы выйдет на улицы 1 января. Главное, чтобы Лужков в 12 часов ночи был в этом здании. А то вы так рискуете до следующего Нового года там промерзнуть. Да, Елена Анатольевна. О чем? О квартире будем говорить? Или о чем-нибудь другом? Ну, поговорите, конечно, о квартире. Что нам это катание? Пока Басков не получит квартиру, мы будем иметь вот эти вот разговоры всю жизнь. Юля, Джером. Ну, была энергетика. Была удивительная музыкальность. И музыкальность была, как мы говорим, в ногах. Это, понимая, только профессионалы. Вот вы каждой ногой акцентировали, да? Это мне очень понравилось. Были хорошие поддержки. Было настроение, которому вы не изменили в течение всего номера. Вы выдержали этот образ. Я вижу вот этот серьезный прогресс. Вижу желание, вижу запал. Вижу энергетику. И мне это очень нравится. Спасибо, Елена Анатольевна. Здесь, я думаю, что если это не мыши летучие, то это команда радиационной и химической защиты. У нее такое сочетание желтого, ядовитого и черного. Костюмы я уже не обсуждаю, потому что, с одной стороны, желтенькие полосочки кажутся скелетиком, да? Но в основном мне понравилась энергетика. Правильная. Первый раз за многие передачи, кстати, я видел, что люди, как говорят, вот Елена Анатольевна сказала, что ногами в такт попадают. Для меня это очень важно, как для музыканта. Жень, дорогой, вот тебе никогда не приходилось выступать в роли Бэтмена на льду? Пока не приходилось до Бэтмена катать. Но катал, ну, качка такого, секси. Я помню. Секс-бом, да, это было. В таком виде появлялся только ты и группа «Чаев» вдвоем. Это они у меня взяли, да. А, я понял. Юля молодец, она уже стала как профессионал. Я вот видел, она немножко сбилась. Ну, а вышла из этого положения, это вот могут так делать только профессиональные фигуристы. Спасибо. Ну, мне не...